Новосельского, 48. Именно этот адрес 19 января 2018 года станет роковым. В тот день Валентин Дорошенко, также известный как стрелок с Новосельского, застрелит двух человек, еще троих ранит. Благо подоспевший наряд патрульной полиции сумеет нейтрализовать преступника. Валентин Дорошенко при жизни был весьма неоднозначной и экстравагантной фигурой. Вот и сейчас неизвестный мастер народного творчества решил увековечить память о нем вот таким своеобразным граффити. Глава партии еврей против Гурвица, председатель объединения Зубр и к тому же любитель рассекать на коне во время митингов и на нем же пытался вызвать на дуэль экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица. Это все про стрелка с Новосельского Валентина Дорошенко. После событий 2014 года он надолго пропал из инфополя города и вновь появился уже на этих шокирующих кадрах. Дорошенко принялся расстреливать усиленный наряд полиции. В результате перестрелки был убит участковый Сергей Пригарин и знакомый Дорошенко Константин Пиковский. Еще трое полицейских получили ранения. Тогда расстрел прекратили два выстрела из пистолета патрульного Владимира Хлевнова. Здесь вот с левой стороны находилось, когда мы прибыли на место карета скорой помощи, ну мы здесь припарковали свой автомобиль, который непосредственно служил нам укрытием, из-за которого производились выстрелы. То есть после того, как Дорошенко увидел, что мы прибыли, он открыл огонь в направлении нашего служебного автомобиля, то есть произвел несколько выстрелов. В ответ, как бы приняв решение, ну то есть оценив ситуацию, принял решение открыть огонь на подавление огня, то есть непосредственно в отношении нас. После чего Дорошенко направился к воротам, пытался, ну я так понимаю, хотел зайти во двор для того, чтобы скрыться. Я произвел еще два выстрела, в которых уже было непосредственно, как бы, ну после чего он упал. Офицер говорит, что оказавшись на месте событий, не сразу понял суть происходящего. К моменту приезда патрульных Дорошенко находился за деревом. К тому же окружающие кричали что-то про стрелка, но не указывали на него. Принимать решение пришлось быстро, говорит Владимир. Вместе с полицейскими на линии огня тогда оказались медики. Моя машина стоит, и полицейский сзади. Машины, машины, машины. Начали одевать эти бронежилеты все ребята. И так за моей машиной он начал напрямую убегать. Там кодированные двери такие, если бы эти не кодировали, он сбежал бы. Не знаю, там бы ловили или как. Но он добежал до двери, не мог. И тут начали по нему стоить. Один выстрел, ничего. Он сделал пулеметную очередь, начало стреливаться. Одна пуля пробила капот, она так вылетела. Две пули, выпущенные с 25 метров, попали в грудь Дорошенко. Он умер через несколько секунд после падения на землю. Вместе с Владимиром в тот день на вызов прибыл его напарник Роман Даниленко, который после этого вместе с коллегой получил награду из рук министра Арсена Авакова за проявленные смелости героизм. Вот только его напарник этих качеств тогда в перестрелке от Романа не увидел. Поддержки огневой такой не оказалось. Хотя морально было бы намного легче. Хотелось поддержки, вот и все. Не было той поддержки, которая в тот момент необходима была. 24 февраля прошлого года Роман Даниленко получил травму при задержании львовских ультра с футбольного клуба «Карпаты». Перенес несколько операций. Параллельно с этим он и его друзья собирали деньги на его лечение в социальных сетях. Недавно 100 тысяч гривен выделил облсовет. Вот только в патрульной полиции намекают, что Роман просто спекулирует своим положением. Необходимо по результатам полученных травм взять направление на медицинскую комиссию, пройти эту комиссию. По результатам ее заключения патрульные получают единоразовую материальную помощь. В июле месяце он получил 2018 года. И буквально в середине февраля он также получил это направление. Я буквально вчера обращалась в поликлинику, пока он еще не приходил на комиссию. Направление у него на руках есть уже за февраль 2019 года. По словам Аллы Марченко, на больничном Роман находится уже год и продолжает получать зарплату, равно как и другую финансовую помощь из разных источников. По ее мнению, Даниленко избегает медкомиссии из-за страха увольнения. В управлении надеются, что градус накала вокруг этой ситуации снизится, а Роман будет действовать согласно утвержденным для таких случаев инструкциям.